Я не могу, все, я не пойду. Даже я, Юмичу, не боюсь, посмотри, меня уносит течение, вот это так классно. Ага, сейчас тебе море унесет, потом в океаны вообще, мы тебя никогда не увидим. А потом тут мелко и лапками уже ходишь по донышку. Ага, по донышку. Так недолго и на донышке оказаться. Не могли мост сделать, я не знаю, лодку какую-нибудь, переправу организовать. Привет, ты на канале Мэджик Пэтс. Я Софи. А я Юмичу, привет. А я Миша. Миша лайк. Вы наверняка уже посмотрели видео на нашем общем семейном канале Мэджик Фэмили. А вообще, там Аня рассказала, что с нами происходило эти полгода. И где он и сейчас. Посмотрите, если не видели. Там вы все поймете. А мы сейчас будем звонить Киске-Алиске, да? Погнали. Неси телефон Юмичу. Расскажем ей про наш шикарный отпуск. Давай, Софи, помогай ей. Держи. А что я-то? Ну ладно, давай, давай сюда. Давай, набираю скорее. Сейчас, надо же тут разобраться. Кстати, ребята, вы знаете, что у нас есть новые соцсети? Вконтакте, Яндекс.Зен и Телеграм-канал. Да, обязательно подпишитесь на нас везде. Там будет то, чего не будет на Ютубе. Ссылки в описании. Давайте уже Киске-Алиске звонить. О, какие люди. Вообще-то мы не люди. А, ну да. Ладно, рассказывайте, как там наши дела. О, Кис-Алиск, ты моя лучшая подруга, поэтому я могу сказать тебе честно, что у нас одни проблемы. А, что опять? Ну, в общем, ты понимаешь, да, что я, как самая нормальная собака, представляла, что мы полетим на самолете. Ага, я лично полетела, только не на самолете. В общем, поехали мы в багажнике машины, в которой меня еще лично заставили учиться запрыгивать. А у меня вообще не получается туда залазить. Не, ну там, конечно, прикольно, но сама понимаешь. You know. Уф, меня бы точно вырвало. Ну ладно, хотя бы на море приехали. Я сразу себе представила, как сейчас в водичку тепленькую залезу и буду плавать, плавать, как я и это люблю. Ужас. Ну и что ты думаешь? Ну? Там был ветер, море холодное, и купаться, оказывается, еще было нельзя. Не, ну мы потом еще раз на пляж ездили, когда чуть потеплее было. Да, уж, да, мы сейчас расскажем. Там такое было. Погодите, я пока не готова рассказывать. Да, Юмичу, я понимаю, почему ты же там. Тихо. Я один раз на море побывала и больше в жизни туда не хочу. Хватило мне одного раза. Да, уж мы это помним. Ну, в общем, мы подумали, ладно, можно по крайней мере пойти тусоваться и отдыхать. На крайняк поплавать с тренером в бассейне. Можно сходить в спа, пить отпускные коктейльчики, наесться запрещенного Макдональдса. Потом сходить на тренировочку и сбросить все, что нажрал, чтобы жирными не стать. На шопинг, сходить по магазинам, пошататься. И? Че, и вместо этого мы поехали достопримечательности смотреть. Ладно бы достопримечательности. Так мы потащились в горы на высоту какую-то 2000 там с лишним метров. Очень надо было. Приехали на море, чтобы гулять по снегу, отлично. Долго еще идти? Стояли в какой-то сумасшедшей очереди. Фу, гам, какие-то втуки ездят. Люди с острыми палками и какими-то досками. Я даже не уверена, что это были люди, инопланетяне какие-то. Заползли мы в этот космический корабль. В какую-то штуку, летающую над землей. Да, было страшновато на самом деле. Нет, Ань, ты серьезно, да? Ради этого мы на море ехали. Чтобы по снегу погулять, лапу поворозить, класс. Но на самом деле, признаемся, там было красиво. Ну да, горы прикольные. Давайте хотя бы фотку в инстаграм, телеграм и вконтакте сделаем. Ань, сфоткай нас на память. А то че, мы зря заперлись сюда что ли? Ай, меня бы и там вырвало. В общем, мы все представляли, что будем жить в классном отеле, где все будет моего любимого желтого цвета. И много покемонов вокруг. А, ну или все будет моего любимого салатового цвета. И уютная салатовая теплая кроватка. Стоп, почему желтого или салатового? Я вообще представляла, что все будет розовое и гламурное. Ну, и че? Че-че, в итоге мы с Мишей спали в шкафу. Потому что Юми заняла единственную подушку. Ага, а наши лежанки промокли и были грязные, когда мы на них залезли после дождя. Ну, скажите спасибо, что не на улице спали. Как бамжи и путешественники. А потом у Миши в этом доме из-за лестницы случился припадок. Юмичу, это не припадок называется, а паническая атака. Да нет же, мне просто стало страшно и не хотелось спускаться по лестнице. Да, она зависла и вообще не двигалась. Ну, а тусовку, друзья, вы там нашли хотя бы? Я, конечно, представляла себе, что мы будем классно тусоваться. С кучей народу. Ну, в итоге я нашла вот одного друга на себе. Но он живет даже не в каком-то там доме или отеле. Он живет в тюрьме. Юми, а ты знаешь, что нельзя общаться с заключенными? Да ладно, что-то ты посмотри на него, он глухонемой, он даже не разговаривает. Чувак, давай мы тебя сейчас спасем, вытащим тебя из этой клетки. Разговаривать умеешь? А, понятно. Разговаривать, что я по всему тебе никто не научил, да? А, ты что-то все-таки говоришь? Девчонки, вы видели, какой огромный щенок? Ничего себе, вот эта псина, ему, наверное, месяц один, поэтому он не разговаривает. Юми, пойдем отсюда. Ладно, увидимся еще, да? Понятно, у гуколка, давай пока. Ну, в общем, я лично ожидала, что будет как обычно. По всей этой грязи и ужасу я, самая крутая, буду ездить на машине, прямо за рулем. Но нет же, нам пришлось ходить босиком по грязи, потому что типа надо больше ходить пешком. И тренироваться. И еще и в горку, и никакого тебе такси. Лапа, все заваливались. Ну так что там случилось с вами на море, а? Че-че, он немножко потеплело. И мы рано утром поехали на пляж. Купаться тогда было все равно еще немного холодно. Но скоро у нас будет пляжный влог, где мы будем плавать в море, если получится. Почему? Потому что я лично точно буду плавать. И я. А вот Юмичу, может быть и нет. Почему? В общем, в том месте, где мы были, в море впадает река. И мы с Софией, хоть нам было и страшно, мы все равно эту реку переходили. Мне лично вообще не было страшно, а ты, Миша, и правда герой. А вот Юмичу застряла на том берегу и боялась перейти. Я не могу, все, я не пойду. Юми, да не бойся, ты иди сюда. Даже я, Юмичу, не боюсь, посмотри, меня уносит течение, вот это так классно. Ага, сейчас тебе в море унесет, а потом в океан, и вообще мы тебя никогда не увидим. Нет, надо просто бороться с течением. А потом тут мелко и лопками уже ходишь по донышку. Ага, по донышку, так недолго и на донышке оказаться. Юмичу, ты же смелый покемон, смотри, идем против течения на один берег, раз. Все, пошлите загорать. Нет, нет, Юмичу, мы пойдем обратно. Смотри, и обратно плывем против течения, боремся, стараемся, идем по донышку, и мы уже на другом берегу. Нет, я не смогу, я не смогу, или смогу, я же смелый покемон, я ничего в этой жизни не боюсь, почему я так боюсь течения. Я на донышке не хочу оказаться, это нормально, но ничего, сейчас я вот, почему она такая быстрая, холодная, я не понимаю, что надо делать. Юмичу, ну просто, просто поплыви чуть-чуть, а потом пешком иди. Давай, Юмичу, ты сможешь, ты же супер-акробат. Ага, акробатика мне тут не поможет, не могли мост сделать, я не знаю, лодку какую-нибудь, переправу организовать, ходи тут сам пешком по этой речке. Юмичу, хватит ворчать, давай уже иди сюда, или мы уйдем без тебя. Нет, в смысле без меня нет, без меня никуда нельзя, вы же меня не оставите тут одну загорать, в смысле, куда вы собрались? Мы пойдем загорать на этом берегу. Вот ты, Миша, какая деловая, один раз речку перешла, и все, что ли, крутая стала, да? Так, ладно, включаем режим выдра, и пробираемся, 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 вау, кажется, не так уж и страшно, не так уж и страшно. И правда не страшно, можно даже обратно попробовать, вроде даже это прикольно, класс, а Мишу больше всех течением уносит. Самый ужасный отпуск в мире. Да ладно, может все и не так плохо? Нет, с тобой под древьем лазить, мышей ловить. Ну да, для нас это вообще самое интересное занятие. Ладно, кисарис, мы тебе в следующий раз еще позвоним. А, и все, пока. Ребята, а к вам просьба? Она очень важная. Вы все знаете, что случилось с Ютубом. И неизвестно, что будет дальше. Поэтому обязательно пойдите в описание и подпишитесь на все наши другие соцсети. Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Телеграм. А может мы еще Твич-канал заведем со стримами? Увидимся скоро в новых роликах. На Майджик Фэмли пошлите ролик смотреть.